В Барнауле возбудили уголовное дело на обнаженную женщину, которая осквернила памятник Великой Отечественной войны. Проверить на агрессивность депутата Алтайского края приняли закон об автоназии бездомных животных. Первый пошел условно. Суд Центрального района вынес приговор Сергею Щукину, курьеру Антона Шаламенцева. Сегодня по всему Алтайскому краю звучали сирены. Во всех районах прошла проверка системы оповещения населения. Утром жители региона услышали сигнал из сирен на речевых установок. Такая сирена подается перед передачей основных сигналов оповещения гражданской обороны, информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав такой звук, необходимо, сохраняя спокойствие, включить теле или радиоканал и прослушать информационное сообщение краевого МЧС, а именно ТВ с 1 по 10 канал, радио Шансон, радио России или Авторадио. К другим темам. Обнаженную жительницу Барнаула задержали по подозрению в повреждении танка Т-34 у кинотеатра. Сотрудники правоохранительных органов принудительно спустили с объекта культурного наследия регионального значения 24-летнюю жительницу Барнаула, которая, вероятно, была не в себе. Женщина распылила на танк яркую краску. В отношении женщины с следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 243 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны. Обстоятельства произошедшего устанавливают подозреваемые назначены психолого-психиатрическая экспертиза. С 1 января следующего года станет обязательной маркировкой домашних собак. Сегодня депутаты Краевого Заксобрания приняли закон, который вводит еще одно правило по обращению с животными. Владельцы должны будут зарегистрировать свою собаку, и если их пес потеряется или кого-то покусает, животное могут вернуть хозяину и привлечь его к ответственности. Подробнее об этом и других принятых сегодня законах расскажем далее. Собака – друг человека, и в обращении с этим другом появились новые правила. На Алтае приняли два закона. С 1 января 2025 года хозяева должны регистрировать и маркировать своих псов. А с 1 июля те, кто этого не сделает, могут уже понести ответственность, если их собака потеряется во время самовыгула или нападет на человека. Штраф – 3-5 тысяч рублей. Депутаты уже и отвечают на вопросы жителей. Ну вот я должна из села Солоновки везти в райцентр за 30-40 километров собаку. Нет, у нас будут графики, потому что ветеринария выезжает. Вот весной, сейчас после Нового года начнут дома, ну то есть прививки, вакцины и так далее. Они практически заходят в каждый дом. Поэтому планово, по графику будут, кто пожелает, значит, вот зарегистрировать свое животное, значит, будет осуществляться. Чипировать животное любым способом может сам хозяин, но вносят пса в базу только сотрудники ветеринарии. В 2021-м с укусами собак к медикам обратилось 1970 человек, в 2023-м – 2300. По мнению Серова, программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат – неэффективна. Согласны с этим не все. У нас не работает программа отлов, стерилизация. Но не потому что мы в густую день не тратим, а потому что на одну стерилизованную собаку выкрасывается еще как минимум три. Одни депутаты переживают, что умерщвлять будут и не агрессивных собак, а процедура будет жестокой. Другие считают, что только такие меры и подарят прохожим спокойствие. Промаркировать свою собаку люди могут уже сейчас. Свой паспорт поможет псу в случае его потери. Еще один важный вопрос сессии – бюджет. С учетом увеличения доходов и поступления средств из федерального бюджета, доходы краевого бюджета на 2024 год выросли на 16 миллиардов и составили 165 миллиардов рублей. Расходы на 10 и доросли до 189 миллиардов. Спикер парламента Александр Романенко подчеркнул, что это поможет увеличить зарплату всем бюджетникам. Мы с 1 ноября это сделать не могли, в силу отсутствия финансовых ресурсов. Увеличение произвели только на 9,8%. Но вот сегодня, увеличив расходы на 3,5 миллиарда рублей, такое решение принято. И в общем заработная плата всем категориям работников бюджетной сферы прирастает на 18%. Сегодня депутаты расширили число получателей льготы по транспортному налогу до 27 тысяч человек. Прежде на него претендовали многодетные семьи и ветераны боевых действий с мощностью авто до 100 лошадиных сил. Сейчас же мы увеличиваем до 200 лошадиных сил. Мы говорим о таком регулировании, которое распространено в других субъектах. То есть, если у тебя автомобиль, например, 180 лошадиных сил, ты за 80 лошадиных сил будешь платить, а на 100 лошадиных сил получаешь льготу по транспортному налогу, то есть не платишь. Кроме того, депутаты увеличили выплату обладателям медали «Родительская слава» вдвое – до 30 тысяч рублей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Первый пошел. Сегодня суд Центрального района Барнаула вынес приговор Сергею Щукину, курьеру по взяточному делу Антона Шаломенцева. Напомним, бывший замглавы транспортного комитета Щукин выступил посредником в громком коррупционном скандале. Именно он передал автомобиль взятку от бизнесмена-перевозчика Олега Бесчастного бывшему заместителю главы города по дорожно-транспортной сфере Антону Шаломенцеву. Взятка предоставлялась в обмен на общее покровительство, а также за помощь в получении желаемых маршрутов общественного транспорта. Кроме того, Щукин арендовал участок, где Шаломенцев намеревался построить склады для хранения инертных материалов. Сегодня суд приговорил Сергея Щукина к пяти годам условного срока и штрафу в 2 миллиона рублей. Также бывшему чиновнику запретили занимать ряд должностей в органах местного самоуправления. Полетят ли кирпичи? Таким вопросом задаются жители Барнаульской многоэтажки по адресу улица Гущина, 150-4. Ранее здесь заметили проблему с отслоением фасада от здания. Власти были вынуждены накануне ввести режим повышенной готовности на территории дома. Продолжит Данил Кузнецов. Кирпичная кладка отходит от здания номер 150-4 на улице Гущина в Барнауле. А ведь дому менее 10 лет. Жители предполагают, что фасад на уровне технического этажа дал трещину из-за недавней проблемы в виде затопления. Вот летом у нас в конце лета уже ажиотаж был, что течет, крыша у нас. Вроде какой-то ремонт сделали. Сначала все совещались и голосовали, чтобы за чей счет это делать. Делать управляющая компания, вроде сумму выставила определенную, чтобы на жильцов. Власти Барнаула уже приняли во внимание проблемный участок и устроили экстренное собрание рядом с домом. По итогам которого решили, что эвакуация людей не требуется. Однако ввели режим повышенной готовности. Также поставили ограждение, предупреждающие таблички. Однако заявленного круглосуточного дежурства полиции наша съемочная группа не заметила. Управляющая компания отказалась давать комментарии. По словам местных активистов, уже нашли специальную вышку, чтобы решить вопрос с кирпичной кладкой. Пока же сами жильцы не сильно беспокоятся. Ну, со стороны фасада я не вижу каких-то серьезных огрешений. Просто пару кирпичей, наверное, упало. Еще ничего не известно толком. Между тем, у дома есть еще одна проблема в виде соседствующей стройки. Три года назад мы уже об этом снимали. Суть в том, что между двумя домами много лет хотят сделать десятиэтажку. Однако места слишком мало, а нарушений в проекте было много. И его отозвали. Законы сменились, и в этом году архитектор попробовал еще раз отстоять детище. Однако градостроительный совет снова отказал по тем же причинам. Но, как мы видим, возможно оно и к лучшему. Ведь при нынешнем состоянии соседнего дома опасно проводить какие-либо серьезные работы на объекте. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Иномарки снова значительно вырастут в цене. В России повысили утилизационный сбор на 70-85%. Соответствующее постановление утвердил Минпромторг. Оно вступило в силу с 1 октября. Скачок существенный, говорят эксперты. Причем сбор будут ежегодно индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года. Изменения коснутся многих автовладельцев, независимо от того, откуда и с какой целью был везен транспорт. Однако изменения не коснутся автомобилей объемом двигателя до 3 литров, который везли для личного пользования. Но при условии, если авто не будет продано в течение года. По мнению экспертов, покупать новый импортный транспорт будет невыгодно. Для некоторых моделей размер утилизбора превысит стоимость самого автомобиля. Вслед за рынком подорожают и остальные машины, а ценник на услуги и товары вырастет. А далее психопат держит в страхе улицу в частном секторе. Так ситуацию нам обрисовали жители вагонного проезда в Барнауле. Уже больше 10 лет они борются с соседом, который периодически конфликтует со всеми подряд. По словам людей, он подкидывает саморезы на дорогу, стреляет из пневматики по домам и не стесняется выражениях даже при сотрудниках МВД. Подробнее о всей ситуации расскажет Данил Кузнецов. Вот это вот все, он сидел тут на заборе и вот сюда вот все кидал. Вот это все вмятины отсюда. Такие вмятины на доме Татьяны Ленкиной появились от палок соседа Евгения, который терроризирует улицу вагонный проезд уже более 10 лет. Но в последнее время ситуация усугубилась. Я гуляла со своей собакой, со своим младшим братом Данилом. Евгений начал сдавать назад на своем автомобиле и сказал, что задавит мою собаку и сожрет ее. Вот скажите, на данный момент адекватный человек бы стал себе так вести? Откидал дом помидорами, рассыпал здесь гвозди, саморезы, люди попротыкали колеса. Камеры также зафиксировали звук стрельбы из пневматики и некие обряды, которые Евгений проводил рядом с чужими участками. Например, сыпал соль, как он объяснил соседям, ради того, чтобы выгнать из них негатив. Местные утверждают, что мужчина нередко выпивает. Однако агрессивное поведение он обосновывает диагнозом. Как говорят, у него раздвоение личности. Ну тогда почему, вопрос большой, почему ему дали разрешение на право проживать, право владеть автомобиль. Среди людей, ладно, у него права есть на автомобиль. Понимаете? Кто ему дал, терпев, какой ему дал справку? Местные не раз обращались в правоохранительные органы. Проблема у Евгения не только с соседями, но и со школы, в которую ходит его ребенок. Дочь как-то конфликтует со сверстниками. Ну то есть это нормально, наверное, среди детей. Но приходит отец и начинает чуть ли не физически воздействовать на этих школьников. То есть гонять по школе. Это было и в 80-й школе, и в 64-й школе это было. В 64-й школе родители объявили бойкот, ну насколько нам известно. И дети просто в школу не вышли. Пообщаться с Евгением нашей съемочной группе и соседям не удалось. Несмотря на то, что местные утверждают, что он был дома. На это намекает и машина. Жека! Но рано или поздно Жека все-таки выйдет. И кто знает, что он выдаст на этот раз. Ни с какой стороны нас никто не защищает. Не защищает наших детей, не защищает нас, проживающих на этой улице. И в округе, в школе. Если в таких организациях, простите, остается все безнаказанно, то тогда нам, просто людям, что делать остается. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители частного сектора в Барнауле просят обратить внимание на их дорогу. А точнее на полное ее отсутствие. По бездорожью в грязь, мимо стройки и постоянного потока машин люди вынуждены ходить до остановки, в магазины, аптеки, а дети еще и в школу. Подробности в сюжете Елена Макаренко. Вот мы все сюда вот так вот идем и на остановку, и в магазины, и в школу. Вот одна дорога наша. С Натальей, жительницей улицы Фурманова, мы общаемся прямо на границе. На границе многоквартирных и частных домов. Как в известном фильме «Белые росы», здесь первые постепенно вытесняют вторых. А еще, рассказывает женщина, в низине от Павловского тракта, рядом с Фурманово, в последние годы активно строят гаражные комплексы. По Павловскому тракту 199 ГСК здесь очень много машин. Потом по улице Фурманово, там штук шесть бок этих гаражных ГСК. По Енисейской там тоже много машин. А дело в том, что вот, ну вот как я, да, вот хожу, я боюсь, как бы не сбили. Один из наземно-подземных гаражей и стоянок строится прямо сейчас. Автовышки, тракторы и другая строительная техника, говорят жители частного сектора, то и дело перекрывают единственный путь, по которому можно пешком добраться до многих общественных мест. По Кутузово слишком далеко и долго, а здесь другие проблемы. Небезопасно, идти приходится рядом с машинами, что едут из гаражей, и грязно, особенно в дождь. Ребенок мой здесь утонул весной, был дождь, и она вот здесь застряла в луже. ППСники ее мне привезли домой. Ну, в глине застряла, и все, и села. Ребенку 10 лет. Мы все выкинули, сапоги, куртку, все было в грязи, в глине. Плакала. Люди просят районные власти обратить внимание на их проблему и обустроить им безопасную пешеходную дорожку. Ну, хотя бы для детей, вот, сбоку, чтобы они могли пройти. Именно пешеходные, именно пешеходные для детей. Так вот, я и хочу поставить этот большой вопрос. Как нам ходить, чтобы в чистой обуви, в школу, в больницу там, в автобусы идти, в магазин прийти с чистой обувью, и чтобы нас не сбила машина. Переживаю за себя, как говорится, за взрослых и за ребятишек. У этого проезда, признают люди, вряд ли есть официальный статус дороги. Но обустроить тротуар или огородить часть пути для пешеходов, считают они, очень важно. Каждый день по нему проходит несколько десятков людей, среди которых немало школьников. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул с рабочим визитом. Предполагается, что он примет участие в собрании Ассоциации Совета ректоров медицинских вузов страны, который состоится в пятницу на площадке Алтайского медицинского университета. Это мероприятие пройдет в рамках празднования 70-летия Барнаульского вуза. Его почетным гостем станет ректор старейшего медицинского вуза России, Сеченовского университета, академик РАН, профессор Петр Глыбочка. А для Михаила Мурашко предстоящий визит в Алтайский край станет третьим за последние годы. В последний раз он посетил в Барнауле два важных объекта, оба на этапе строительства. Будущую поликлинику номер 14 и новый корпус Краевого центра охраны материнства и детства. В прежний визит он уделил большое внимание модернизации первичного звена здравоохранения. У меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните в телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok